Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Без единой ЕЛП-системы, которая позволяет измерять свои ресурсы, свои затраты, какие-то делать метрики для своих процессов, и все это делать в унифицированном, сравнимом формате для всех филиалов концерта невозможно. Новая автоматизированная система управления обслуживанием и ремонтами оборудования Смоленской АЭС станет прототипом для всех АЭС России. Рад приветствовать всех членов комиссии Смоленской АЭС. Система качества атомной станции соответствует российским и международным стандартам. Награждение в рамках Всемирного дня охраны труда. С начала мая энергоблоки Смоленской АЭС выработали 152 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Новая автоматизированная система управления обслуживанием и ремонтами оборудования Смоленской АЭС станет прототипом для всех АЭС России. Единая унифицированная система, которую концерн «Росэнергоатом» планирует внедрить на большинстве АЭС России к 2018 году, позволит в конечном итоге снизить себестоимость выработки электроэнергии. Эта система – это сердце концерна, и она одна из главных систем, которая должна дать самый большой финансовый эффект в деятельности концерна, которая позволит снизить себестоимость выработки электроэнергии и максимизировать саму выработку. В 2016 году в развитии программы автоматизации производства в концерне стартует дивизиональный проект «Таир», в рамках которого аналогичный пилотный прототип «Асу Таир» будет настроен на Балаковской АЭС с другим типом оборудования. И оба действующих прототипа пилотных станций с различными типами реакторов будут доработаны в единое проектное решение – шаблон «Асу Таир АЭС», интегрированный с корпоративными системами концерна по управлению ресурсами и персоналом. Смоленская АЭС в полном объеме выполняет требования программ обеспечения качества, тем самым подтверждая высокий уровень состояния безопасности предприятия. К такому выводу пришла комиссия концерна «Росэнергоатом» по результатам плановой проверки, которая проходила на станции с 25 по 29 апреля. Подобные проверки проходят на атомных станциях концерна с периодичностью раз в два года. Их цель – проверка выполнения и оценка результативности программ обеспечения качества, выявление областей для повышения безопасности АЭС, а также примеров положительных практик для распространения лучшего опыта на площадках российских станций. 28 апреля ежегодно во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Отдел охраны труда совместно с профсоюзным комитетом провели на атомной станции конкурс детского рисунка по теме «Чтобы с тобой не случилась беда, помни законы охраны труда». Более 100 работ представили на конкурс юные художники нашего города. Из них 40 рисунков детей до школьных учреждений. Это важно для всех. Вы это в своих рисунках показали, насколько важна безопасность, вопросы безопасности в жизни каждого. И, конечно, это очень-очень важно, это наивысший приоритет нашей работы на станции – это вопросы безопасности. Первое место заняли Василина Лихобабина и Олег Барауля, школа номер 4, Александр Харьков, школа номер 2. Второе место – Александр Иренев, Наталья Ошева и Анастасия Щербакова, школа номер 4. Третье место – Илья Бестержантов и Данил Подлуцкий, школа номер 4, Максим Горуничев, дом детского творчества. Среди дошкольников лучшими признаны работы шестерых воспитанников детского сада «Ласточка» – Лилии Фроловой, Дарьи Соколовой, Алексея Сидоренкова, Матвея Илюшенкова, Валерия Антонова и Анастасия Мищенко. Нельзя ходить по открытому люку, от чего можно упасть. И что может случиться? И можно себя поранить. Хочу, чтобы была везде безопасность, чтобы все были здоровы, хорошо работали, чтобы никаких инцидентов не было. Победители конкурса награждены памятными подарками и сувенирами. Лучшие детские рисунки и плакаты по охране труда работников Смоленской АЭС украсили выставку в центральном аппарате концерна. В городском конкурсе на лучшее состояние охраны труда первое место заняла Смоленская АЭС. Торжественное награждение состоялось во Всемирный день охраны труда в администрации города Десногорска. Среди уполномоченных первое место заняла работник Смоленской АЭС Надежда Кириллова, которая представит Десногорск на областных соревнованиях. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Смоленская АЭС.